Гендерная табу в США. Грандиозный скандал из-за решения Дональда Трампа запретить службу в армии трансгендерам. Тем, кто, родившись женщиной, чувствует себя мужчиной и наоборот. Обама сделал для них послабление, но новый хозяин Белого дома сейчас пытается изменить это. Истории тех, кому теперь нет места в армии, слышал Дмитрий Анопченко. Полковник Сваковский давно в отставке, но по привычке каждое утро поднимают у дома американский флаг. И с гордостью показывает свой идеально выглаженный мундир, словно ей сегодня на службу. 35 лет Шерри прослужила, а точнее прослужил в американской пехоте, будучи от рождения мужчиной и скрывая от всех свои чувства. Мол, живет не в своем теле. Я служила, скрывая истинные чувства, чтобы не потерять работу, если только признаюсь, те, кто так уже сделал, теперь под угрозой увольнения. А в этой даме, которая сейчас и писательница, и эксперт, однополчане вряд ли узнают своего коллегу по службе в военно-воздушных силах страны. Многие уже признались сослуживцам, и теперь придется опять менять документы, чтобы остаться в армии и жить с такими последствиями. И это ужасно. Истории людей, которые убеждены, природа ошиблась, дав им при рождении не тот пол, теперь каждый день на американском телевидении. Но интервью дают лишь те, кто давно в отставке. Те же, кто все еще служит, молчат. И их в американской армии очень много, уверяют эксперты. Будут уволены свыше 15 тысяч военнослужащих. Нельзя менять политику страны сообщением в Твиттере. О решении зачистить армию Трамп действительно по привычке сообщил американцам в соцсетях. Написал, мол, войска на победах должны сосредоточиться. Вместо огромных медицинских расходов и неразберихи, которые приведет служба в армии трансгендеров. И сейчас, как и во времена избирательной кампании, Америка снова разделена. Пол страны говорит, Трамп прав. Нечего устраивать бурю в стакане воды. Армия не место для таких вещей. А другая половина, в основном те, кто были за Клинтон, оппонируют. Мол, а как же гражданские права? И какая, по сути, разница, носит человек костюм или платье, и какого он пола, если он честно служит своей стране? Разделены и сами военные. При Обаме их так долго приучали к политкорректности, что сейчас многие генералы открыто выступили с критикой нового запрета. А дочь главы американского МВД, неслыханное дело, так и вовсе оскорбила президента. Ее довольно жесткие слова цитируют ведущие СМИ страны. Так что теперь снова стоит ждать и демонстраций, и громких акций протеста, и мобилизаций как противников, так и сторонников Трампа. Слишком уж разобщили Америку принципы, которые новый президент сейчас пытается менять. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.